ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Команда, которую возглавляет Жан-Мишель Кусто, намерена также посетить остров Банаба, где земли нет, зато грез хоть отбавляй. В экваториальных глубинах якорь не бросишь, приходится дрейфовать. А под водой разлита мертвенная белизна. С помощью новых изобретений исследователи разгадывают подводные загадки. Но хрупкие ростки жизни, одолевая морские мили, сулят надежду одинокому острову в океане судьбы. Науру. Каменная планета. Продюсер Жан-Мишель Кусто. Автор сценария Паула Ди Перна. Композитор Пэт Ирвин. Исполнительные продюсеры Жак-Ив Кусто. Жан-Мишель Кусто. Безземельный край не знает песен. Каменные великаны не ведают пощады. У остроконечных вершин нет сердца. Бездушны глубокие впадины фосфоритных рудников. Солнце выжигает останки острова Науру. Однако у здешних жителей есть источник дохода. На собственные средства они восстановили в Мельбурне отель, распахнули перед посетителями двери зала, некогда принимавшего королей джаза. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА За три тысячи километров от дома народ Науру сочетает свое древнее наследие со стилизованным ретро, международной дипломатией, английским произношением. Дамы и господа, гости Савоя, добро пожаловать из холодного штата Виктория в тепло нашей встречи улыбок, всеобщей эйфории. Прошу сюда для всех зарезервированные столики. Поднимайтесь по лестнице, пожалуйста. Пожалуйста, ужин подан. Команда Олкеоны в этот вечер тоже не сидит без дела. У побережья Науру на глубине свыше трех тысяч метров встать на якорь невозможно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Судно ложится в дрейф, а мы совершаем погружение в огромную галактику крохотных плавучих существ, которые были бы невидимы без света мощных фонарей. Студенистый планктон плывет, как и мы, по воле течения и кажется неодушевленным, однако же выражает преемственность жизни в ее земной и небесной основе. Планктон – одновременно хищник и жертва, а прежде всего исполнитель и организатор жизненного цикла, обновляющегося каждую ночь. Планктон – одновременно хищник и жертва, тела этих существ содержат 99% воды, но отражают свет. Они то вытягиваются в цепочке, то плывут одинокими лоскутками, будто оторвались от пояса афродиты. Но уязвимый планктон может рассыпаться от одного прикосновения, одиссея вечного обновления, штука хрупкая. Сперва мы принимаем акулу за еще одного ночного скитальца, а узнав, держимся на почтительном расстоянии от легко возбудимой хищницы. Но вот из тьмы выплывает вторая акула, которая никак не может освободиться от брошенной в воду бумажной полоски, а в губу ее вонзился рыболовный крючок. Ночью трудно обойти все опасности, посеянные человеком. Даже безбрежный тихий океан становится тесен. Науру – одинокая точка в Тихом океане, 20 квадратных километров и 8 тысяч населения, окруженные водой до горизонта. Науру подводная коралловая гора поднялась из моря много миллионов лет назад и оседлала экватор за 4 тысячи километров от Австралии и Гавайских островов. Вдали от источников природных богатств то, что в других частях света не составляет большого труда, превращается в настоящий подвиг. Для заправки алкеоны топливо подвозят в 200-килограммовых бочках. Остров окружен коралловыми рифами, поэтому судам приходится либо дрейфовать, либо становиться на якорь подальше от них. Поскольку на острове нет гавани в традиционном понимании, Крестов, капитан Алкеоны, надумал проложить своеобразную поточную линию с палубы на сушу и обратно. Суда заправляется топливом с невероятным трудом, а тем временем автомобили бездумно расходуют его. Автомобильная езда считается здесь развлечением. На острове одно-единственное шоссе, и машины гоняют по нему без определенной цели. Посещение на Уру, пополнение припасов, пребывание на острове требуют усилий, связанных с добычей фосфоритов, главного и единственного богатства здешней природы. С момента предоставления независимости на Уру в 1967 году местное правительство наладило добычу фосфоритов, экспортируемых в Австралию, Новую Зеландию и на другие Тихоокеанские рынки. Фосфорит, ключевой компонент удобрений, приносит на Уру примерно 60 миллионов долларов в год, но других доходов остров не имеет. Деньги острову, конечно, очень нужны, однако рудничный промысел губит деревья и почву, превращая живую природу в участки кладбищенского запустения. Жан Мишель и биолог Ричард Мерфи обследуют голые скалы, вздымающиеся над островом. Фосфориты, содержавшиеся в помете морских птиц, некогда откладывались на горах Науру. Или же их намывало морской водой при постепенном всплытии острова. Утесы, порой превышающие высоту 20 метров, сложены из твердых коралловых известняков. Шахтное оборудование выгрызает фосфоритную породу из цепкой схватки коралла. Машины ничего не оставляют, кроме призрачных башен, что высятся над островом, как часовые. Почва, отнятая у Науру, могла бы давать людям пропитание, а так его приходится закупать в Австралии и Новой Зеландии, где, благодаря фосфоритам Науру, процветает сельское хозяйство. У Науру слишком мало земли, чтобы вскармливать несушек, поэтому даже бьющиеся куриные яйца доставляют сюда самолетом. При такой затрудненности поставок неудивительно, что повседневные бытовые дела отнимают у команды целый день. Жить в замкнутом мерке Науру прежде было гораздо легче. Легенда гласит, что коралловые утесы – это окаменевшие воины. Наурейцы – народ наполовину полинезейский, на другую микронезейский. Вели патриархальную жизнь до тех пор, пока в 1899 году случайно не было открыто месторождение фосфоритов. Колонизаторы Англии и Германии бросились добывать их, ввозя рабочую силу из Китая, из Тихоокеанских островов, а за работой надзирали чиновники, боявшиеся замочить ноги. Медленно, но верно стирала с лица земли подлинная сущность Науру. Чтобы лучше понять геологию острова, команда предпринимает подводные исследования пещеры Мока, которая, по слухам, связывает недра земли с океаном. Стены пещеры пористые, как, впрочем, и весь остров. Пресная вода просачивается сквозь них, как сквозь губку. Постепенно пещеры заполняются солоноватыми подземными водами. Согласно мифам Науру, камень породил первого мужчину и первую женщину. Ныряльщик Чепкин ван Альфен скользит по галерее, напоминающей околоплодный пузырь. Узкие туннели манят его все дальше, как будто приглашая взглянуть на сердце острова. Однако никаких захороненных предков и никаких проходов в открытое море тут нет. Глубоко в подводной камере покоятся лишь отбросы цивилизованного мира. На таком крохотном острове мусор хранить негде, поэтому он забивается в самые отдаленные уголки, пропитывается сыростью и в конце концов его смывает в море со свалок, еще больше сокращающих пригодное для жизни пространство. Поэтому, породив род человеческий, легендарные камни породили также сточные трубы и банки из-под пива и убеждение, что мусор можно бросать где попало. Коридор, созданный на заре Вселенной рукой Творца, теперь весь засыпан мусором. Одна взлетно-посадочная полоса и несколько самолетов. Вот и вся связь Науру с внешним миром. Приземлившись, самолет долго колесит по острову, перекрывая все движение. Реактивные аэропланы пересекают ту же дорогу, что и пешеходы. Но вместе с обычным грузом этот самолет доставил своего отпрыска. Наш отряд и летчик Рот Биррл собирает сверхлегкий планер, который команда специально привезла на остров для проведения воздушной разведки. Маленькая машина очень подходит к обстановке и кажется хрупкой бабочкой. Если стрелка в красном секторе, тут же сообщите мне, у меня сзади приборов нет, а если в зеленом, тогда сядем без проблем. Закрыли, только подержитесь, а то сзади тормозов тоже нет. Когда-то Науру был покрыт густыми лесами и мог похвастаться красотами природы. Но теперь от былого великолепия осталась жалкая лесополоса. Весь Эдем выкорчевали. На его месте торчат вот эти выжженные солнцем пики. Добыча фосфоритов умертвила четыре пятых почв острова, сделала их бесплодными. Промысел продолжается и на еще нетронутых участках породы. В 1995 году весь слой фосфоритов, включая даже те, что залегают под дорогами, будет выработан. Теперь растущее население теснится в основном на кромки между остатками зелени и морем. А спрос на фосфориты падает. Экскаваторы стоят без дела. Экономика, основанная на добыче фосфоритов, не может быть вечной. Скоро лишатся работы несколько тысяч иммигрантов, живущих во временках. Съехавшиеся с других тихоокеанских островов, подобно первым добытчикам фосфоритов, они изо всех сил стараются оживить промысел. Дома у них работы вообще нет, так что их привлекают даже мизерные заработки на шахте. Платят по 3 доллара в день. К 3 австралийским долларам в день добавляются бесплатное жилье и кормежка, зависящее от нерегулярных поставок. Иногда цены падают, иногда повышаются. Пойди пойми от чего. То же самое и с питанием. У нас, у тех, кто во временках живет, продукты кончаются, и, по-моему, на острове риса вообще больше нет. Пароходы, самолеты ходят с перебоями. Иногда лекарств, и тех не достанешь. Вдобавок растущая неуверенность в завтрашнем дне, а вдруг завтра им скажут, работы больше нет. Что принесет рудничный промысел экологии океана, пока неизвестно. Жан Мишель готовится обследовать рифы и вспоминает, какое волшебное зрелище обычно представляют собой кораллы. здоровая система рифов поражает своим причудливым разнообразием. Рыба плавает или поймет, плотными косяками или в настороженном одиночестве. Зачастую в пышной растительности преобладает алый цвет. По идее, кораллы науру должны были соответствовать этому описанию. Но я никак не ожидал увидеть здесь этот мертвый пепельно-серый ландшафт. Сперва мое внимание привлекло поднимающееся течение, которое обрывает коралловые ветви, переворачивая их вверх ногами. А эти разломы и трещины можно считать безумством природы. Здесь действуют какие-то неестественные силы. Какое-то чудовище высосало весь цвет из кораллов на обширном пространстве. Даже анимоны мертвенно побледнели. Обычно анимоны усваивают в своих тканях одноклеточные растения, источник питания и яркой пигментации. Белые анимоны тоже встречаются, но никогда мы их не видели в таком количестве. Неожиданное, обескураживающее зрелище. Коралловые окончания тоже обесцветились. Ветви теряют полипов, которые поддерживали в них жизнь. Науки неизвестно, отчего крохотные коралловые существа отпускают на свободу приютившие их растения. Одно я знаю точно. Никогда мне не приходилось видеть такое множество бесцветных кораллов. Это явный признак болезни. После смерти кораллов вездесущие водоросли занимают освободившееся пространство. Расчищая территорию и мешая развитию новых побегов. Рифы обесцвечиваются по всей планете. Должно быть из-за увеличения температуры воды и симптомов глобального потепления. Я думаю, что от шахтных отходов здесь будет засилье ила, но не ожидал увидеть такой огромный мертвый луг. И повсюду, куда ни глянь, прошлась тяжелая рука человека. Волокно непонятного происхождения. Использованная салфетка. Даже пишущая машинка. Морские глубины принимают все выброшенное за ненадобностью. Уж если море обречено собирать мусор, какая надежда остается у суши? Чепкин и я добираемся до упавшего консольного крана для погрузки фосфоритов на суда. Он был разрушен во время Второй мировой войны и теперь тоже засоряет море своими обломками. Долго ли ему еще гнить? Много ли времени пройдет, прежде чем роскошные рифы из моих воспоминаний вновь укоренятся здесь и засияют всеми цветами радуги? Долго ли будут здесь властвовать эти железные призраки? Во время декомпрессионной стоянки я слушаю голоса прошлого. В отзвуках обступающей меня смерти мне слышится рассказ о другой каменной планете. В сознании на миг оживает душа покинутого народа. На короткое время Алкеона покидает Науру, чтобы изучить еще одну человеческую летопись. В трехстах километрах от Науру находится остров Банаба, тоже всплывший из океана и тоже богатый фосфоритами. Аннексированный Британией в составе островов Гилберта остров Банаба теперь принадлежит республике Кирибати. Трое вождей острова путешествуют с Джаном Мишелем, возвращаясь после долгого отсутствия в родные места. Во современном ритуале они жертвуют богине моря сигареты за то, что благополучно доставило их к берегу. Добро пожаловать на Банабу! Самолеты на Банабу не летают, сюда ходят нерегулярно, предпринимателей тоже что-то не видно, ибо острову теперь нечего им предложить, кроме гостеприимства. посещение Алкеоны тоже событие для общины. Это как воссоединение братьев и сестер, отцов и детей, друзей и подруг, всех родных и близких. Теплый прием говорит о жизнестойкости общины, несмотря на скорбное прошлое. Британские добытчики фосфоритов тоже когда-то были радушно приняты островитянами, которые в 1900 году доверчиво предоставили им право за 50 фунтов в год навечно открыть на острове Рудник. Англичане выжили из этой земли все до капли. И нынче Банаба являет собой прообраз жалкого будущего Науру. Жан-Мишель обозревает заброшенный промысел. Автобусы, сошедшие с маршрута. Опустевшие времянки рабочих. Двойник Науру. Его перспектива. В 1979 году разработки прекратились, колонизаторы поставили на Банабе крест, а большинство местных жителей переселилось на Фиджи, за исключением нескольких свидетелей того, чем был когда-то подобный Науру самодостаточный остров. Они живут без водопровода, без электричества, без основных жизненных благ. Почта сюда не доходят. Бывшее здание почты теперь оккупировано под жилье. колониальные виллы, куда прежде аборигенов не допускали, теперь доступны всем. Но ушедшего уже не воротишь. Команда Олкионы собирает специальную камеру. С ее помощью водолазы будут изучать жизнеспособность кораллов и свечение, излучаемое водорослями, которые превращают солнечный свет в пищу. Погружаются сразу две группы. Насколько им известно, подводную жизнь Банабе еще никто не снимал. Близзес Науру представляют для биологов Ричарда Мерфи и Джона Морроу интересные возможности сравнения. Жан Мишель надеялся, что рифы Банабе окажутся здоровыми. Но здесь также видны признаки обесцвечивания. Как и в случае с Науру, повысилась температура моря, хотя исследования показали, что в рифах Банабе все еще теплится жизнь. Быть может, это от того, что закрылась шахта. Экспериментальная камера улавливает тон. Чем он выше, тем больше регистрируется света. Чтобы отладить оборудование, ученые вначале фокусируют объектив риф на черной материи. Затем сравнивают с фокусом на белом и получают аномальный сигнал. Следуя по проложенным тросам, ныряльщики улавливают состояние рифов и отмечают их участки по звуку, отражаемому от блестящего водолазного костюма. Под водой закрытие шахты отозвалось еле заметными следами выздоровления природы, а на суше то, что издали кажется обновленным лесом, лишь заросли сорняков. Без почвы окружающая среда не возродится из-за века. Единственное достояние острова Банаба доброта и красота его народа. Танцуя в платье из целлофановых полосок, девочка скликает птиц, чтобы прилетели и стали цветами на деревьях острова. Ритуальное приветствие гостям, наверное, уже несколько десятилетий не оглашало остров. Вы прибыли к нам нежданно, поэтому не успели как следует подготовиться к приему, но мы готовы предложить дорогим гостям все, что имеем, начиная от наших сердец. Нам так одиноко на этом острове. Мы думали, что все про нас давно забыли. нам известно, что ваши ресурсы скудны. Тем большая честь для нас ваш теплый прием. Путешествуя с места на место, мы повсюду видим, насколько истощены природные запасы. Порой оккупанты приходят и уходят, богатство земли и забирают с собой, а после себя оставляют один мусор. Я разговариваю с тремя женщинами, которые прожили на острове всю жизнь. по их лицам я вижу, как ранит им сердце та горькая истина, которую они мне поведали. Лучше бы ее никогда не было, этой шахты, говорят они. А так остров и не остров вовсе, а сплошные зияющие дыры. Теперь у их детей нет земли, значит нет будущего. Но юность Банамбы еще сохранила достоинство и гордый дух. Субтитры создавал DimaTorzok Мы покидаем остров с ощущением, что получили больше, чем отдали. Жители Банамбы бросают вызов истории забвения. Британцы подарили Науру гольф. И теперь это западные развлечения с незначительными вариациями в большом почете среди аборигенов. Получая процент с добычи фосфоритов, большинство землевладельцев Науру не испытывают нужды работать. Игра в гольф – прекрасное спортивное развлечение. Для тех, кто скучает без работы, и для тех, кто не скучает. Но одна дорога ведет главным образом к безделью, к безудержным гонкам по острову, на иностранных машинах. Это общество на колесах, где даже перекусить можно, не вылезая из машины. «Деньги – это скука и новая зависимость», утверждает Энтони Одоо. Меня вырастил и воспитал дед. Мы всегда жили между морем и сушей. Ныне наш образ жизни определяет в основном импортные товары. Очень распространен современный наркотик, электронная аппаратура. У меня дома, например, три экрана, три телевизора и четыре магнитофона. Ставишь кассету и наплевать тебе, что там в мире творится. Наплевать. Вопреки повальным общественным изменениям, один обычай все же сохранился. Птица-фрегат – национальный символ Науру, некоронованный король. Веками островитяне обучали фрегатов разным фокусом. Чем больше птиц приручил, тем больше почета дрессировщику. При помощи лески с грузилом прежде ее заменяли волокна горных деревьев. Люди ловят фрегатов, не причиняя им вреда. Когда-то в каждом районе Науру были свои заповедники. Сегодня осталась лишь одна площадка, на которую и наведались Жан Мишель и член команды Ян Чепман. Ловля фрегатов – это часть вашей культуры? Да, это часть нашей культуры. Мы же не работаем. Что же нам еще делать? И какова цель? Победить других. Все очень серьезно к этому относятся. Прирученного фрегата учат заманивать остальных. Эта традиция, как и сам народ, тесно связана с борьбой за выживание. Жан Мишель встречается с президентом Науру Бернардом Довиго. Что бы вы хотели рассказать миру о Науру? Я бы хотел, чтобы все знали, что Науру – это остров добрых людей, и он заслуживает лучшей участи. Но не рассчитывая на постороннюю помощь, правительство Науру вкладывает вырученные от добычи фосфоритов деньги в недвижимость по всему миру. Из главного офиса в Мельбурне руководители Науру, в том числе и Теодор Мозес, думают о новых капиталовложениях, новом размещении доходов. Капиталы Науру размером в 1 миллиард долларов вложены в здание предприятия биржи. Каждая презентация, каждый прием, каждое рукопожатие – это вклад в будущее Науру, поиски альтернативы фосфоритам. Отмечая новые начинания, островитяне надеются, что их стратегия оправдает риск. Если наш расчет верен, значит, будут и дивиденды? Мы верим, что в ближайшие годы сумеем поправить положение и восстановить нашу экономику. Капиталовложения непременно дадут свои плоды. Но всякая инвестиция обличена глобальной экономической зависимостью. Все падает и падает и падает. В октябре 1987 года курс множества акций упал на сотни пунктов. За неделю огромное состояние вылетело в трубу. Я бы назвал это падением в бездну. Здание продается, сдается. Во всех странах доходы от использования природных ресурсов прогорают в результате спекуляции или задолженности. Но жители Науру не отчаиваются. Твой дом единственное место на земле где можно обрести покой и счастье. Кадми побочный продукт добычи просачивается в воду и отравляет запасы рыбы которую по традиции все и в особенности дети едят сырой. Многие семьи по примеру Запада переключились на консервированные продукты явный признак достатка. На рука об руку с ним идут избыточный вес и второе место в мире по распространению диабета. Чтобы разорвать порочный круг островитяне все свободное время проводят в море. Ныять бесподводного оборудования они приучены с детства но теперь многие обзавелись аквалангами. Добавьте к этому ружье и копье и вот вам новый этап в уничтожении жизни рифов. Остров почти почти совсем лишен информации быть может поэтому местное население не сознает какой ущерб наносит подводному миру. Люди берут все что может обеспечить их существование ныряют за рыбой все глубже пока однажды не истребят ее как уже истребили леса на суше. Священник Джеймс Ангимия объясняет почему люди отказываются покинуть свой обездоленный остров. Науру это наш дом он останется нашим домом что бы ни случилось это наша среда обитания наследованная от далеких предков здесь мы и будем жить. однако среду обитания составляют одни голые скалы излучающие такой жар что от него рассеиваются тучи и создается эффект духовки где никогда не выпадают дожди чахлая растительность пробивается лишь в глубоких каменных ущельях недоступных человеку власти науру замыслили дерзкий план стоимостью в 250 миллионов долларов они намереваются завести сюда землю и насадить сады после того как разрушат раскрашат одну скалу за другой в осуществлении этой смелой мечты видят свое будущее жители науру отмечая день конституции молодое поколение науру рвется к лучшей жизни с наивной решимостью они пытаются доказать что для достижения этой цели одних денег мало надо бросить вызов времени обогнать его пускаясь в эту вынужденную гонку молодые островитяне принимают эстафету будущего наконец-то первое судно за несколько месяцев подплывает к берегам науру чтобы забрать драгоценный груз фосфоритов совершенная погрузочная система высыпает груз прямо в трюм взмывает ввысь мутные облака и опускается на воды океана играя свою роль в удушении подводных рифов к тому времени как залежи будут исчерпаны 90 миллионов тонн измельченных фосфоритов покинут науру и естественная среда которая формировалась тысячелетиями погибнет меньше чем за сто лет до сих пор до сих пор до сих пор до сих пор Жуткое зрелище. Ресурсы обеспечивают экономику, но цивилизация их не щадит. Волшебный остров превращен в каменную планету. Откуда же возьмется земная гармония, когда сама Земля повергнута во прах? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok